А еще на прошлой неделе произошло действительно очень значимое событие. Истребитель F-16, который находится на вооружении Украины, скорее всего сбил над Донецкой областью российский истребитель Су-34. Но будем объективны, для установления хотя бы паритета в небе Украине необходимо иметь те самые обещанные Швецией несколько воздушных разведчиков АВАКС. 5-6 эскадрилья F-16 и хотя бы одну эскадрилью французских «Миражей». Каковы перспективы того, что это таки случится? В этом вопросе разбирался Виталий Афанасьенко. На шаг ближе к безопасному небу. На прошлой неделе, вероятно, украинский F-16 впервые сбил в небе над Донецкой областью российский Су-34. Авторы видео настаивали, попадание ракет произошло именно в тот момент, когда вражеский истребитель сбрасывал кабы на украинские города. Официального подтверждения именно такого сценария не было. В то же время военные эксперты склонны считать, что именно F-16 указал на место экипажа вражеской сушки. Объяснение простое. Глаза Су-34 хорошо видят лишь на расстоянии максимум 90 километров. Радары F-16 аж на 150. Поэтому украинские пилоты вполне могли обнаружить российский самолет, осуществить пуск ракет и отойти на безопасное расстояние незамеченными. Потеря для оккупантов существенная, но пока что, к сожалению, не критическая. В 2022 году у России было около 1388 самолетов тактической авиации. Из этих самолетов около тысячи могли быть задействованы для боевых действий на территории Украины. Чтобы понимать, насколько свежим был авиапарк, около 680 самолетов было выпущено с 2008 по 2022 год. По информации Генштаба, февраля 2022 года в ИСУ превратили на металлолом 369 российских самолетов. Санкции также работают, и западные комплектующие для постройки новых самолетов у россиян теперь дефицит. Но от 6 до 30 самолетов ежегодно враг таки способен строить. Приблизительно эскадрилью Су-35Х, эскадрилью Су-34Х, какое-то количество Як-130Х, Су-57Х. В общей сложности это до 30 на год. Количество украинских боевых самолетов, естественно, никто не оглашает. Но, полагаясь на информацию из открытых источников, можно предположить, что на боевом дежурстве возможно немного больше сотни. И этого, очевидно, мало, чтобы полностью закрыть небо над Украиной. Впрочем, не имея другого выбора, украинские воздушные силы пытаются преодолеть количество эффективностью. Если мы получим более дальнобойное АИМ-127, АИМ-120ДИ, особенно ДИ, это 180 километров уничтожения воздушной цели. Ни один российский самолет не сможет как-то противодействовать такому расстоянию уничтожению объекта. Для качественной ситуативной обознанности в воздухе украинским пилотам, в том числе F-16, крайне необходимы самолеты дальней радиолокационной разведки, обещанные Швецией, которые мы пока что не получили. Такие летающие радары могут засекать вражеские самолеты на большом расстоянии и передавать пилотам F-16 точные координаты целей. Те, в свою очередь, смогут выключить радары и превратиться в невидимки для врага. Также Украина попросила у Запада защищенную систему передачи информации ЛИНК-16, которая помогла бы видеть врага приблизительно так же далеко и надежно зашифрована, как это делают те же аваксы. Нужно активировать вопрос относительно предоставления ЛИНК-16, потому что это очень важно. Патриоты, те же самые Хаймарсы, те все системы, которые может объединить протокол ЛИНК-16, они должны быть объединены этим протоколом. Пока что нам в очень небольшом количестве передали лишь F-16. В то же время министр обороны Франции Себастьян Ликарню огласил о передаче Украине многофункциональных истребителей четвертого поколения «Мираж-2000». Они должны прибыть в первом квартале 25-го года. А чтобы понять значимость этого, достаточно вспомнить, что именно «Мираж» стал единственным самолетом в мире, который в воздушном бою смог сбить F-16. Хочется, чтобы эти самолеты использовали для выполнения дальнобойных ударов, потому что ракета «Шторм Шэдоу» «Скальп» у нас есть. Точнее «Скальп» у нас есть. Хочется, чтобы еще «Шторм Шэдоу» был, которые работают на 560 километров. Для установления хотя бы паритета в небе Украине необходимо иметь те самые обещанные Швеции несколько воздушных разведчиков «Авакс». 5-6 эскадрильей F-16 и хотя бы одну эскадрилью французских «Миражей». Ясное дело, вместе с соответствующим дальнобойным вооружением. Но самое главное, и здесь единогласные аналитики с военными. Нужен зеленый свет на удары по врагу на его вражеской российской территории. Субтитры создавал DimaTorzok